Всем привет. Меня зовут еще раз Александр Баранов. И я расскажу про особенности инклюзивных механик Android и VKID. Перейдем на второй слайд. О чем вообще доклад? Мы поговорим про путь разработки целевую аудиторию, про сервис инклюзивности Android и особенности разработки инклюзивных фич в VKID. Третий слайд. Почему важна вообще инклюзивность? Еще раз. Инклюзивность это по сути доступность продукта всем и каждому без каких-либо проблем. Более миллиарда человек обладает той или иной степенью инвалидности по данным ВОЗ. И второй факт. Больше 50% пользователей Android нуждаются в учете цифровой доступности или accessibility в моменте. То есть у них включена одна из фич доступности. Как об этом уже говорилось в начале. И даже увеличение шрифта в настройках или темная тема считаются таковыми. Следующий, четвертый слайд про путь разработки инклюзивных фич в VK. Фокус на повышение цифровой доступности начался в начале 2022 года. Команда инклюзивности с таких продуктов, как ВКонтакте, почта Mail.ru и Одноклассники. И ребята быстро поняли, что если не внести изменения в точку входа в VKID, то до самих изменений внутри самих продуктов юзеры могут просто не дойти. Более того, VKID это точка входа в тысячи сервисов, не относящихся к VK. Например, детский мир, DPD и так далее. Это не реклама. И третий момент. В 2022 году с учетом того, что планировать изменения нужно сильно заранее, часть моментов, связанных с accessibility, были реализованы в 2022 году. А какие-то ресурсоемкие барьеры были перенесены уже на 2023 год. И кроме того, новые треки планируются уже с учетом accessibility. Давайте перейдем к следующему слайду. Пятый слайд. Аудитория. На данный момент мы сфокусированы на пользователях, для которых важна невизуальная доступность. Это слабовидящие люди, вот как я, который не видит этот экран толком, незрячие и люди с нарушением моторной функции. Весь флоу VK.ID требует такого визуального взаимодействия в основе своей. И Android предоставляет сервисы для пользователей, для которых это все проблема. С аудиторией разобрались. Давайте перейдем, собственно, к самим сервисам Android. Шестой слайд и первый такой сервис TalkBack. Один из популярных скринридеров. Есть и другие. Что он делает? Во-первых, он встроен в систему, зачитывает информацию о UI-компонентах. И, что важно, позволяет переключаться между ними. Второй китайский аналог, как мне подсказали в команде accessibility, в тестировщике, G-SHO. Он более такой используемый. Второй пункт, который я здесь выделил, это клавиатура Брайля. Потому что в январе 2023 года в нее добавили поддержку русского языка. Казалось бы, да? Вот в iOS ее добавили уже с восьмой версии. Третий сервис, который я здесь выделил, это Switch Access. Он позволяет управлять устройством с помощью фронталки или Bluetooth-переключателей. Работает по принципу скринридеров. Так, седьмой слайд. Следующий сервис Voice Access позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Но, к сожалению, не имеет пока что поддержки русского языка. Lookout – это сервис, что-то вроде приложения камеры, которое сканирует окружающую среду и ее озвучивает. Далее такой интересный сервис Action Blocks создает пользовательские сценарии. Ну, то есть, например, есть такой сценарий, например, у вас позвонить маме, вы можете его вынести на главный экран в виде виджета. Давайте далее перейдем на восьмой слайд. И сервис Select to Speak, он зачитывает текст в какой-либо области на экране в какой-то контент. Далее восьмой сервис Magnification – это экранная лупа, используется для увеличения контента. Девятое – Live Captions. Это экраны и субтитры в режиме реального времени. Девятый слайд – Live Transcribe, сервис перевода речи уже непосредственно в текст. Далее такой тоже интересный сервис – 11 Sound Amplifier позволяет управлять звуком. То есть, например, если вы находитесь в помещении, в котором шумно, вы можете, ну, и хотите с кем-то поговорить, вы можете его использовать, чтобы убрать лишние шумы. И последний такой маленький сервис я выделил – Extra Dim. Он затемняет яркие цвета экрана, чтобы защитить зрение. С сервисами Android мы закончили. Давайте перейдем к трем инклюзивным фичам, касающимся непосредственно VKID. Первая фича, про которую я уже говорил, это, по сути, скринридеры. Мы поддерживаем их на всех экранах VKID. Стараемся это делать. Это был 10-й слайд. 11-й слайд – инструкция к скринридеру, популярному токбэку. Когда я спросил команду наших тестировщиков, как они проверяли на предмет инклюзивности, собственно, VKID, они сказали, что они включали токбэк, который полностью блокировал телефон, смотрели инструкцию, как его разлочить, дальше уже, собственно, включали снова, точнее, смотрели инструкцию, как вообще с ним работать, уже включали снова и тогда уже тестировали. Вот в интернете тоже нашел такую инструкцию, видимо, которую написали такие бывалые тестировщики, как работать с токбэком. И такой самый первый шаг в ней – это сделать глубокий вдох. Второй пункт. Скроллинг в этом режиме работает двумя пальцами вместо одного. Для выбора элемента нужно тапнуть один раз, а для того, чтобы на него, собственно, нажать, его активировать, нужно тапнуть дважды. Ну вот примерно так. Давайте перейдем к 12-му слайду. Здесь я расскажу про особенности разработки Android в сравнении с iOS для поддержки скринридеров. Вот первый пункт в Android, что важно указывать content description у вьюшек. Это такая уже техническая часть. Иначе, если не указать, то вьюшка, если это, например, картинка, image view, она просто может не прочитаться скринридером, она проигнорируется, и незрячий человек про нее, например, не узнает. Но это не касается полей edit текстов. В них нужно указывать hint, потому что в случае пустого поля зачитается hint. Если же в поле что-то есть, уже какой-то введенный текст, зачитается, собственно, этот текст. В iOS ребята подсказали, что нужно для полей ввода переопределять accessibility label, иначе возникают такие проблемы задвоения. То есть когда диктор начинает озвучивать вьюшку, дважды, одно и то же повторяет. Второй момент касательно iOS, который я выделил, это сложность фикса работы VoiceOver. Это скринридер iOS с модальными окнами. То есть, например, у вас есть всплывающее окно на экране, но скринридер вместо того, чтобы прочитать его, читает то, что находится за ним, что как бы неправильно. В андроиде мы с такой проблемой не столкнулись. Но второй момент, который я выделил в андроиде, это не всегда достаточно базовых компонентов. Иногда нужно писать custom view. Давайте остановимся на этом подробнее. 13 слайд. И я расскажу про кейс, с которым я сталкивался примерно год назад. В поля для ввода edit text в конце можно добавлять иконку. Она называется compound rowble. И вот на первой картинке показан такой самый первый экран ВК клиента, экран авторизации с полем для ввода. И если начинать в него что-то вписывать, то в конце его покажется такой крестик для очистки, собственно, поля. Проблема была в том, что скринридеры не читали этот крестик, потому что он не считался системной вьюшкой, он является такой compound rowble. И для решения этого вопроса я написал custom view с использованием edit text и дополнительный view для отображения картинки. Боль ситуации в том, что андроид не предоставляет какого-то решения этого вопроса из коробки, а написание custom view занимает время. У меня это заняло примерно спринт. Второй момент, что когда мы заменяем, собственно, старое поле для ввода на новое, оно заменяется и на других экранах. Вот, например, на третьей картинке на слайде показан экран регистрации. Там тоже используются такие же поля. На второй картинке показан экран ввода пароля. И, собственно, в конце поля для ввода пароля находится такой глазок, который используется для того, чтобы скрыть или показать пароль. Теперь он тоже считывается скринридером, да, токбэком, например. Давайте перейдем к 14-му слайду. И важная фича, про которую хочется сказать, озвучка капчи. Мы, делая доступный капчу, да еще и в таком инфраструктурном продукте, как VKID, мы даем точку входа в тысячи сервисов. То есть делаем вклад в развитие инклюзии еще и в таком широком смысле слова. Вот на слайде представлено две капчи. Слева такая классическая наша любимая капча из букв, цифр, все как надо. И если зрячие люди сейчас закроют глаза, попробуют пройти эту капчу, вряд ли у вас получится это сделать. На второй же картинке представлен вариант звуковой капчи. Да, и тоже не получится пройти, пока ее не включить. Но если ее включить, то шансы уже как бы повышаются ее пройти, да. Как она вообще придумывалась, да. На основе опроса команды тестировщиков accessibility мы выяснили, что, во-первых, капча должна быть разборчивой, естественно, но при этом содержать некий шум для безопасности. Она должна состоять из слов, а не цифр или предложений. Причем круто, если подойдет одно любое из этих слов. Также важен женский голос, да, потому что он звонкий, частотный и различим в толпе. И в последний момент оказалось, что скринридеры как бы чаще всего капчу не читают. Вот давайте сейчас прослушаем пример работы капчи и попробуем понять, насколько она соответствует тем требованиям, которые я сейчас озвучил. 15 слайд сейчас, может быть, будет громко. Надеюсь, нас, если что, поправят со звуком. Вот примерно так это работает. Я так смог разобрать первое и третье слово. Калибровочный или фортовый, с вторым так и не получилось. Ну, я надеюсь, кто-то разобрал. Потом, может быть, расскажете. Давайте перейдем к следующей фиче. С капчей мы закончили. 16 слайд. Рестор. Если вы когда-нибудь забывали пароль и нажимали соответствующую кнопку, забыли пароль, то вы попадаете в рестор. Если говорить языком разработки, рестор — это веб-бью, которая тоже считывается скринридерами. Ну, например, токбэком. Вот на слайде, на картинке слева представлен такой вариант работы рестора, когда нас просят сделать фото с жестом. Если вы сейчас прячете руки за спину и попробуете показать этот жест на камеру, то у вас вряд ли, собственно, получится это сделать. Вот Костя Дебликов у нас сделал такой интересный клип на эту тему. Может быть, кто-то видел. Поэтому команда рестора придумала фичу. Если вы используете скринридер, вы можете попасть на экран, который находится на картинке справа. Он подразумевает переход на почту, где в обратном письме вам уже придут инструкции, что нужно сделать для восстановления аккаунта. Как мы помним, мы, например, забыли пароль. Примерно так эта фича работает. Таким образом, мы немножко повысили доступность нашего VKID, нашей авторизации. В целом ориентироваться в авторизации стало проще. Устанавливать аккаунт стало проще. И вводить капчу тоже скоро станет проще. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Ждем вопросы. Вопрос по звуковой капче. Например, было слово Лефортова. Насколько понять, что принято будет Лефортова с большой буквы, с маленькой буквы? То есть творчества тут достаточно много, может быть, условно. Хороший вопрос. На самом деле капчу разрабатывала соседняя со мной команда. Я их опрашивал, насколько мог, но вот этот момент я не уточнял. Но я предположу, что подойдет любой вариант. Если что, мы передадим это ребятам из соседней команды, чтобы они это учли. Спасибо.